И вот так просто сделать, оп-оп, так, вот этого я не хочу, это вот я хочу. Кыс-кыс, куда пропал целый год? Чем я занималась? Я ставлю себе плюсик, я ставлю себе галочку. Дневник свиданий — это такая полезная вещь. Всё, работает, я подключила, камера. Тёрный он! Дорогие мои потрясающе резонирующие человеки, добро пожаловать. Всем доброго вам, тёплого времени, даже жаркого, наверное, времени суток и сердечное, солнечное намаскар. Настало время для той самой болталки, той самой болталки о моих блокнотах, о моих альманахах, о тех вещах, которые составляют мою повседневность, мою рутину, мои практики и мою неотъемлемую часть жизни. Поэтому не будем терять ни минуты, и погнали, расскажу вам всё по порядку. Начну, пожалуй, с самого важного. Это книга жизни, книга моей жизни. Так, тут у меня всякие какие-то записульки на жизнь. Такие блокноты я веду уже в течение пяти лет. Эта книга, она циклична. Обновляю я эти блокноты каждый год. Цикл начинается всегда 1 января. И подвожу итоги года, я всегда в самом любимом каком-нибудь месте, значимом для меня, в конце каждого года. Для чего она нужна? Моя книга жизни. Когда-то давно я вообще не понимала, куда уходит моё время, куда уходит мой год, мои дни. То есть проходили года за годами, пролетали, и я не понимала, что куда уходит, что было вообще. И я тогда не вела никаких дневников, и то было моё самое первое осознанное решение вести дневник наблюдения за собой, вести дневник того, что вообще происходит в моей жизни, чтобы просто уметь оценить, куда пропал целый год. Чем я занималась, что там было, какие люди наполняли мою реальность, какие мысли в голове у меня были, какие ситуации, что произошло, чтобы потом просто взять в конце года, открыть этот блокнот и прочитать историю, историю одного человека. Вот так вот я и назвала этот блокнот как книга моей жизни. И изначально эта практика простого наблюдения за собой, введения банального дневника, оказалась настолько мощной и вдохновляющей, что я за эти пять лет, наверное, узнала столько всего о самой себе. Глазами именно наблюдателя со стороны я как будто посмотрела на свою жизнь, на свою реальность. И то, если я возьму сейчас свой первый блокнот, и вот этот блокнот — это два абсолютно разных человека. Поэтому это словно реально читать разные книги с разными главами, разные тома. Вроде бы одна история, которая растягивается на столько-столько страниц. И это очень вдохновляет, это очень интересно. Разумеется, с годами я выработала уже свою систему ведения такой книги, и из года в год я могу что-то дополнять, что-то переписывать. И сейчас у меня это и как дневник, и как некий наблюдательный пункт за самой собой, как трекер привычек, как планер на какой-то там, например, год, на цикл, на месяц и так далее и тому подобное. Сейчас обо всём расскажу. Каждую книгу своей жизни я начинаю всегда вести с конца. А всё почему? Потому что если мы знаем то, куда мы хотим прийти, мы туда придём. Но если мы не знаем, чего мы хотим, куда мы хотим прийти, где оказаться и где быть, то, естественно, и в нашей жизни будет сплошной хаос. Поэтому из-за года в год, из блокнота в блокнот, я переписываю здесь свои какие-то установки, которые я выделила, что я хочу от жизни, свои сердечные желания, мечты, свой вектор, трафарет. Свои какие-то практики, с помощью которых я изменила какие-то свои мысли, установки прошлого. Естественно, здесь у меня вектор семьи, вектор мужчины, которого я хочу видеть, потому что это безусловно важно. Своё состояние рядом с ним и так далее и тому подобное. Также у меня здесь написано всегда, я из блокнота в блокнот переписываю информацию о самой себе, пишу себе, милая, помни. Пишу дату рождения, время, когда я родилась, какие-то важные аспекты, когда я узнала про себя из каких-то консультаций, например, с людьми, проводниками, с астрологами, например. То есть какие-то такие вещи, которые я хочу помнить, которые мне важно помнить и важно не забывать, чтобы я всегда могла, если я пишу что-то, вот так перелистнуть страничку и посмотреть, кто я, чего я хочу от жизни, чего я хочу от мужчины рядом со мной, чего я хочу вообще просто. И какие-то моменты, которые во мне есть и которые я хочу заменить чем-то другим вектором положительного и так далее и тому подобное. Естественно, какие-то заметки тоже имеют место быть вот где-нибудь здесь в кармашке или неважно где, просто вложены. Я веду диалоги с самой собой, иногда мне что-то нужно, иногда... Ух ты, какие интересные темы я с собой веду. Очень интересно. Так, что происходит у меня в самом начале? В самом начале я, как правило, выписываю сферы своей жизни, которые вообще имеют место быть в моей жизни. Да, чтобы иметь вектор, какая сфера жизни у меня может быть в дисбалансе, какую мне нужно под, как это сказать, подкорректировать, уделить больше внимания и так далее и тому подобное. То есть я просто пишу сферы жизни, о которых мне важно и нужно помнить. Также я пишу мои намерения, намерения на будущий год, какие-то, может быть, планы, цели. Точно так же я выписываю какие-либо, какие угодно идеи и то, на что мне, может быть, стоит обратить внимание, какие-то заметки на изучение. Что касается каких-то намерений, планов или целей, я никогда не ставлю себе каких-то жестких рамок или дедлайнов, потому что я очень часто отдаюсь на доверие Богу, на доверие высшим силам, и все случается всегда в самое лучшее и подходящее время, самым лучшим благоприятным образом. Просто главное, например, не только сидеть на попе ровно, но также и делать какие-то действия, которые будут поддерживать правильное ресурсное состояние, и когда я потом перечитываю какие-либо свои намерения, безусловно, я начинаю к ним идти, и когда они осуществятся, это лишь вопрос времени. Пусть это будет строиться очень долго, но зато я буду это все делать в кайф, в расслаблении, в каком-то доверии, в женском прекрасном состоянии, в потоке, в сотворчестве. На мой взгляд, сам результат не столь важен, а важен сам процесс, который нас и приводит к этому самому результату, потому что именно в процессе мы можем понять для себя и выделить какие-то очень и очень интересные штуки, фишки, и наполнить свою жизнь чем-нибудь новеньким. Димой сладкий. И здесь, в этих идеях, в этих каких-то намерениях, планах, заметках, я всегда могу что-либо дописать, прописать снова, если я чем-то вдохновилась, что-то меня посетило, потому что, например, мое желание выпустить какой-то один курс уже вышло за рамки этого одного курса, и я уже хочу что-то объединить, я уже хочу новое внедрить, я уже хочу какие-то блоки сделать. То есть я даю этому всему время для того, чтобы развиваться и иметь возможность что-то, может быть, объединить и так далее и тому подобное. Это мой стиль, скажем так, я не советую его, наверное, кому-то применять. Если вас это устраивает, если вам это помогает и резонирует, то, пожалуйста, можете брать пример. Но я не тот какой-то там спикер и лектор, который учит жизнь. Нет, я всегда лишь разделяю то, как живу я, по кайфу, в кайф и с радостью в сердце и теплом на моей физиономии. Далее. У меня идет всегда совокупность некоего планера, трекера привычек, каких-либо моментов, на которые мне стоит уделить внимание. То есть я могу прописать какую-то сферу жизни, которая у меня как-то хромает, и уделить ей какое-либо внимание. Здесь я делаю маленькие календарики, вот, и выделяю разнообразные практики, занятия, на которые мне нужно уделить внимание. И просто выделяю кружочком то, когда я что-то сделала. Точно так же я выделяю на месяц вот этот разворот, выделяю особенные какие-то моменты для того, чтобы подвести потом итоги своего года или итоги месяца. И это просто банально упрощает задачу просто каждый месяц смотреть, что произошло, такого прям мощного, классного, что я хочу запомнить и вспомнить потом уже в конце, когда я буду перечитывать свою книгу за этот год. Точно так же я выписываю какие-то основные цели на месяц, которые мне точно нужно сделать, которые способствуют моему какому-то росту, развитию, развитию того дела, которым я занимаюсь и так далее и тому подобное. И эти цели, они, естественно, могут меняться из месяца в месяц, но, как правило, там определенно точно существует видео на YouTube, либо две штуки, либо, если это одно, то какое-нибудь мощное. Просто органайзер или планер у меня всегда в электронном виде в Google календаре, там у меня четко прописано все, что мне нужно сделать, мои даты, например, сроки или то, что я планирую. То есть мне просто всегда это удобно держать под рукой в телефоне. Точно так же касается и списка дел, туду листа или напоминаний, которые я тоже банально галочками проставляю в базовом приложении либо заметок, либо напоминания на айфоне, которые интегрируются в макбук, и мне везде это очень и очень удобно. А также самое важное это ресурс наполнения самой себя, как свидание с собой, как просто самое важное, что мне кажется, есть в этой книге жизни, это не забывать отслеживать то, как я себя люблю, занимаюсь самолюбием и долюбливаю сама себя в каких-нибудь прекрасных заведениях, свиданиях с самой собой. Или занимаюсь какими-то классными занятиями, которые меня наполняют непосредственно как женщину. Поэтому здесь в каких-то основных целях может быть абсолютно все, что угодно. И работа, и какие-то хобби, и какие-то встречи, то есть неважно, что это такое. Может быть, это даже развлечение, мероприятие, которое я хотела посетить очень давно, просто чтобы мне не забыть об этом и держать вектор как вот в какой-то плане. А что происходит в промежутках между этими разворотами, вот и здесь начинается вся самая суть этой книги жизни. Именно здесь я всегда прописываю свои чувства, эмоции, переживания, что было, о чем я волнуюсь, какие-то важные исходы. И прописываю просто день, год, месяц, пишу все, что чувствую, я пишу свои мысли. Это просто как диалог себя с собой, диалог себя и Бога, возможно. То есть это возможность расписать какую-то практику, если мне причинили боль. Это как снова посмотреть со стороны, потом сделать какие-то итоги, что-то для себя вынести. То есть это просто мысли, это просто дневник, это те занятия, что я делала, что я собираюсь делать, возможно, какие-то даже благодарности. То есть это вот поток, поток меня вот в эту книгу. И даже если я делаю какую-либо практику, например, разговора с самой собой, такого диалога некоего, я всегда могу увидеть тот момент, что я сейчас не хочу, и потом в конце вот так вот повернуть страничку, увидеть, что я хочу, и вот так просто сделать оп-оп, так, вот этого я не хочу, это вот я хочу. Поэтому я отказываюсь от того, что я не хочу, и я иду к тому, что я хочу, всем своим сердцем. Поэтому вот это вот, почему я в конце всегда прописываю именно свои сокровенные какие-то, может быть, сердечные желания, векторы, намеченные цели и ценности, что самое важное. Да, вот так вот просто. Хочу, не хочу. Где я есть, где я хочу быть, как-то так. И в конце года я устраиваю себе какой-нибудь особенный ритуал, приятный мне, в каком-нибудь любимом заведении. Я сажусь, прихожу туда на два часа, заказываю чай или кофе, и просто сижу и вот так вот читаю. Читаю, смотрю, что было, что было сделано, с отдельным, как правило, еще листочком, чтобы прям яркие какие-то события, моменты пометить, сделать выводы. Короче, это очень интересное занятие, это безумно классный самоанализ, который меня вдохновляет вообще просто не отступать от этой привычки и вести вот такие книги жизни каждый год, начиная заново. И выбор на целый год — это целое занятие. Я могу провести, не знаю, три часа в книжных магазинах для того, чтобы подобрать себе блокнотик, который мне будет приятен, который мне будет приятно трогать, приятно щупать, приятно писать, который просто должен откликаться у меня. Быть в согласии меня, со мной и быть любимым. Это всегда классно потом, выделить, например, людей года, поблагодарить этих людей за все, что они дали, какой след оставили они в моей жизни, какой отпечаток. И это всегда очень-очень вдохновляет видеть в людях частичку Бога, видеть в людях тот свет, те души, с которыми когда-то мы договорились, видимо, встретиться для того, чтобы нас чему-то научить. Затем просто мельком поделюсь вот так вот с таким сборником всяких блокнотиков, тетрадочек. Это мне нужно все для того, чтобы для каждой абсолютно темы, которая мне интересна, у меня была своя тетрадка, свой блокнот, где я записываю что-то относительно чего-либо, что я изучаю, когда прохожу какой-то очередной курс, или повышаю какую-то свою квалификацию, поэтому это все мне важно. Точно так же это сборник того, где я, например, что-то попробовала, записала что-то, вот у меня книга рецептов на кухне есть обязательно, где я тут все вот как мама моя, наверное, как это, это так классно на самом деле. У меня тут даже есть рецепт финской ухи, когда я когда-то варила. Она вкусная такая, скучаю, если честно. Я такая простая, не могу. Могу записать какие-то идеи и сделать крест-накрест, что у меня не получилось, и что я больше не буду повторять. Или вот какие-то такие моменты творческие, да. Непосредственно это все я проношу через свой жизненный опыт, чтобы, конечно же, потом разделять это все с резонирующими людьми, поделиться своими, скажем так, реализованными практиками, знаниями, вот, чтобы действительно, ну, может, что-то подсветить для других людей через свой реализованный и прожитый опыт. Конечно же, мы не забываем то, что у меня есть огромное количество документов в Google, где у меня собрано просто колоссальное количество знаний, вообще практик, работы с самой собой как женщины, да, то, что я знаю, то, что я получаю, изучаю снова и снова, вот из разных вообще курсов, источников. Короче, просто я такой, знаете, червяк, который должен все узнать, записать, пропустить через себя, и только тогда я об этом начинаю говорить. Красивый червяк. Девочка. Ну что же, настало время для очень интересного дневника, который очень-очень важен в жизни каждой девушки, ну, конечно, в принципе, и мужчинам тоже, но мне кажется, женщине важнее иметь такой дневник. Это дневник свиданий. Зачем он мне нужен? Так как я сейчас хожу на свидания, то негоже мне держать все в своей голове, когда все можно прописать вот в этой потрясающей книжечке, в дневнике свиданий. Что я здесь пишу? Принимая ухаживание от разных молодых людей, мне нужно собирать на них досье. Не поймите меня неправильно, но это то, где я могу посмотреть, увидеть и выбрать самого достойного человека, достойного мужчину, не просто друга, да, но и товарища по команде, как мужчину, за которым я бы пошла, мужчину для семьи, для жизни. Вот. Поэтому дневник свиданий — это очень полезная вещь. Что я здесь пишу? Как правило, просто это имя, это имя, дата рождения, сколько лет, возраст, номер телефона, возможно, кем работает, куда стремится, график, чем увлекается. Да, то есть какое-то описание для человека. В принципе, пишу, да, что ему нравится. Нравится человеку, вот когда в процессе общения я общаюсь, то потом выношу это все, собственно, в досье. Что нравится, какие, может быть, цвета, что он хочет, о чем он мечтает, какие у него цели, ценности и так далее и тому подобное. Для чего это все нужно? Мало того, да, что вы будете, в принципе, знать о том, что нравится человеку, возможно, даже его размер обуви или размер одежды. Кто его знает? Нет, если вы это где-то услышали, то запишите. Если вам не по судьбе с этим человеком, вы просто вырвите страницу и выбросите ее. Если вам с человеком по судьбе, вы просто будете знать, например, какой его любимый цвет, вы будете знать его размер обуви, вы будете знать его искренние какие-то желания сердечные, и вы всегда сможете его порадовать. Может быть, он и забыл о том, о чем он когда-то мечтал, но вы будете помнить, и вы сможете его порадовать. Но мне кажется, это достойно, достойно уважения для того мужчины, которого выбирает девушка. Но не будем об этом. Не всякий доходит до этого этапа. Поэтому я пишу просто те ситуации, которые были, например, я пишу о том, например, какая была встреча, какая по счету может быть, что было, как человек отреагировал на то, что я сказала, что мне не понравилось, или как человек отреагировал на мои какие-то пожелания, которые являются какой-то нормой для меня. То есть, если человек отреагировал как-то положительно, так, чтобы мне это устраивало, мне это подходило, я ставлю себе плюсик, я ставлю себе галочку, типа, окей, фильтр прошел. Если минусик, то я могу опять же это все пометить, пометить те моменты, когда были какие-то конфликты, какие-то ссоры, как это все проходило, вот, что, как мы к этому пришли, например, что выделили, какие правила общения у меня с этим человеком, и так далее, и тому подобное. Это все прописывать довольно-таки важно. Почему? Потому что, когда какой-нибудь молодой человек совершит какую-нибудь хи***, у вас будет доказательство того, что это было, и человек не скажет вам, да что ты хи***, маешься, этого не было. Нет, у вас все задокументировано, задокументировано его к вам отношение, его поступки, его действия, его слова, и так далее, и тому подобное. И это все очень важно, как вещественное доказательство того, что с вами поступили как-то плохо или хорошо наоборот. То есть вы действительно можете посмотреть, какой человек рядом с вами находится. Он может быть каким-то вот неадекватным, он может как-то вещи какие-то говорить, которые вам не нравятся, да, и не брать ваше мнение, ваше слово вообще к сведению. Вот, то есть это просто как такой анализ, с аналитикой и ведение того, да, вот это такой человек, я иду на встречу с таким-то таким-то человеком, он такой, и я иду на встречу вот с такой-то душой и с такой вот личностью. И просто здесь выписываю, не какие-то там, да, может быть, вот случайные такие встречи, там, свидание одно только, да, когда прошло, нет, а когда человек, в принципе, заинтересован в общении, и когда мы друг друга узнаём, и тогда я действительно могу прописывать вот всё, что было, да, и, ну, делать для себя лично какие-то пометки, чтобы знать, и чтобы уметь отличить мои какие-то фантазии от реальности, от того, что это за человек, что он из себя представляет, и так далее, и тому подобное. Вот, и этот блокнотик меня порой выручает, когда я, например, начинаю, может быть, залипать, или как-то, может, влюбляться, да, в человека, а потом я понимаю, что действительно я там это надумала, что-то, и что для человека важно вот то и то, вот, и что нам не по пути, и так далее, и тому подобное. Вот, и это мне помогает как-то даже освобождать, вырывать странички, и идти дальше. Как говорила моя мама, можно вырвать страничку, или перелеснуть, или нет, или сказать, стерто-стерто-стерто, перелеснули страничку, и пошли дальше. Дневник свиданий это такая полезная вещь для незамужней, блин, девушки, которая ходит на свидания, чтобы осознанно выбрать для себя человека, для союза, для адекватного, нормального, семейного счастья, а не так, что, это мой человек, это моя судьба, стерпится, слюбится, и так далее, и тому подобное. Нас никогда не учили тому, что мы можем ходить на свидания для того, чтобы узнавать друг друга, и не для того, чтобы просто встретиться с одним человеком, и чтобы он якобы был нашей судьбой. на самом деле это все очень надуманно. Нам важно видеть эту разницу, нам важно понимать в свиданиях то, что мы хотим сами лично для себя, и выбирать для себя человека, который будет един с нашим мировоззрением, с нашими целями, ценностями, каким-то жизненным восприятием. И вот что важно, а не так, что вы встречаетесь с человеком, который вам понравился, с которым у вас абсолютно разные жизненные, скажем так, пути. И дневник свиданий в этом очень хорошо помогает взглянуть, опять же, со стороны наблюдателя. Да, это каталог, да, это тот же самый тиндер, но это мой тиндер, знаете ли, встреч, свиданий, и того, что человек для меня делает, какие поступки совершает, и чтобы я могла действительно оценить его по достоинству, а не только по словам. Ведь сама я за осознанной, осознанный, планомерный подход, где стол семейной жизни, скажем так, будет стоять не на двух ножках из четырех, а на всех четырех, и плюс еще какая-нибудь добавится в середине, пятое, для прочности союза. Ну да ладно. Переходим к следующему. Мой дневник сокровенных практик. У меня уже их несколько штук, они просто перетекают, ну, как бы одного мало, но расскажу о том, который у меня уже полностью вообще заполнен. Это мой дневник, практик благодарности и писем Богу. Он состоит всегда из двух частей. То, что я начинаю с начала и с конца. Как проходят мои практики? Для начала этот блокнот я освещаю какими-то священными для меня словами, то, что это место силы, это место только для счастья, только для благости, что на все воля твоя, Господь любимый, доверяю тебе себя. Этот блокнот обладает волшебной силой, здесь сбывается абсолютно все, что бы я ни желала и так далее и тому подобное. Вы можете сделать намерение, да, заякорить определенные состояния в какой-то книге, где будет только лишь благость, только наполнение и классная, хорошая, качественная, вибрационная, соответствующая вашим мечтам точка притяжения. Из чего состоит первая наша часть? Сначала я практикую благодарность в письменном виде. Это осознанная практика, поэтому я уделяю ей всегда время. Если у меня нет времени на эту практику, я просто могу благодарность проговорить, ну вот как-то так, за пять минут. Но если я выделяю время, то это вот конкретно из двух частей. Письменная благодарность. Я благодарю всех за все, то есть я благодарю себя, свое тело, возможно, своих родителей, вселенную, мир, Бога, кота, Господи, кого угодно, человека, который мне что-то сделал. Я благодарю всегда от чистого сердца. Механически, если вы это делаете, ничего в вашей жизни никогда не поменяется. Вам всегда нужно подключать чувствительность, чувственность, любовь и состояние. И только из этого состояния эта практика действительно будет работать. Что я делаю благодаря этой практике благодарности? Благодарность, она априори генерирует в вас самих состояние получателя. Хотите вы этого или нет? Вы всегда благодарите за то, что вы получаете, за то, что у вас есть. И когда вы и так благодарны за то, что у вас есть, у вас генерируется позиция получателя, то вам становится еще больше чего-либо в вашей жизни. То есть первая часть этой книжки это генерирование состояния принятия через благодарность. Вторая же часть это написание сценариев, написание писем Богу, как я это называю. здесь я прописываю абсолютно все письма, как будто я уже в реальности своей мечты. Это просто мои мечты, которые я пишу, будучи в том состоянии, когда я нахожусь где-то там в конечной точке и сонастраиваюсь вибрационно с тем состоянием, где я есть. И по закону притяжения я начинаю активировать те состояния, те вибрации для того, чтобы как можно быстрее, возможно, благоприятным, наилучшим образом притянуть реальность мечты. Здесь я прописываю все всегда в настоящий момент времени, о том, что я хочу, что я желаю. На корешке, скажем так, прописаны какие-то мои сердечные желания, вот, что я хочу очень сильно, да, что мне очень нравится, что резонирует со мной, с моим сердцем, с моей душой. И я просто пишу эти письма себе, я описываю все свои состояния, пишу письма о своём доме, я пишу письма о том, например, какой вкусный какао я пью, находясь там в своём доме, сидя где-то у камина. Или, например, наоборот, как я горжусь чем-то, что я самая счастливая, что получаю, например, цветы курьером. Это так классно. Вот. И пишу просто, просто свои сердечные желания и мечты. Это классно. Меня это очень вдохновляет, эта практика. Я просто могу вот прям страницы исписывать, всё такое. Практика благодарности, кстати, тоже вот, ну, естественно, всё прописано, всё исписано, всё, что может быть исписано, всё исписано благодарностью. Вот. И здесь уже вот когда идут письма Богу про писание сценария, это подключение мало того, что какого-то твоего творческого процесса, сотворчества с высшим разумом, с вселенной, с миром, подключение вот этого сознания потока, сознания, что ты в единении с этим миром, это включение творца внутреннего. Вот. Точно так же это генерирование каких-то визуализаций, подключение эмоций чувствительности самого тела. Вот. То есть, вот что это такое, письма Богу и прописание сценария жизни. Можно описывать, можно писать вот даже письма самой себе, но письма самой себе это что такое? Письма Богу, как правило, да? Девочки, как личности, что, дорогая, я всегда рядом, я понимаю, что ты чувствуешь, то есть, да, я с тобой, я рядом, я у тебя, я у себя, я это часть меня, грубо говоря, я не знаю, я пишу в потоке всегда. И со мной происходят удивительные вещи, каждый раз, когда я подключаюсь в это все, генерирую нужные состояния и вхожу вот в этот вот резонанс творца своей реальности благодаря таким вот практикам и вот эти вот блокнотики, которые связаны именно с практикой благодарности, да, письма Богу и так далее, и там подобное, вот состоящие из двух частей. Первое, генерирование состояния и второе, это заложение сценария будущей жизни, да, будущих каких-то отрезков намерений, сегментации намерений. Это моя самая любимая практика, которую я делаю очень осознанно, очень по любви, сердечно, заваривая себе какой-нибудь чай или делая апельсиновый сок, потому что сейчас адски жаркое лето, вот, в общем, это просто ритуал, ритуал моего наполнения, моего счастья, моего ресурса и генерирование своих собственных желаний, вот, это были все мои такие, скажем так, самые важные блокнотики, да, о которых я рассказала, рассказала я довольно-таки много, и очень надеюсь, что эта информация была полезна тем людям, которые ее ждали очень сильно, хотели узнать, что это и как это, я это делаю, как это, что веду, вот, поэтому сердечная вам моя благодарность за просмотр, за внимание, за резонанс, желаю вам всего самого-самого теплого, светлого, искреннего, чистого, сердечного, волшебного, идите за зовом своей души и своего сердца, не останавливайтесь никогда, когда вам что-то не нравится, обращайтесь к самому себе, что вам приятно, что вы хотите, и будьте там, где вы хотите, не смотря ни на что, не смотря на то, где вы есть, что вы думаете, какие люди вас окружают, всегда уделяйте вектор внимания тому, где вы хотите оказаться, это самое важное, это самое важное, благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok